Как вы думаете, может ли один человек с оружием изменить ход истории целой страны, а то и всего мира? Или же за такой фигурой обычно кроется какой-то масштабный заговор? История знает немало примеров, когда одиночки, или те, кого считали одиночками, пытались убить или даже убивали глав государств. И нередко это имело огромные последствия. Сегодня мы поговорим об одном таком примере, о покушении на Владимира Ленина, который устроила Фанни Каплан. Это случилось 106 лет назад, 30 августа 1918 года. Вроде бы эпизод известный, но давайте разберемся, кем на самом деле была эта женщина, зачем все-таки она пыталась убить советского диктатора, что тогда происходило в стране и каким последствиям все это привело. Это, если разобраться, очень любопытная история. Сначала немного про контекст. В мае-июне 1918 года то, что Владимир Ленин ранее называл «триумфальным шествием советской власти», стремительно оборвалось. Новое большевистское государство фактически сжалось до Москвы и Петрограда с несколькими прилегающими губерниями. Смотрите, юг России контролировали Белый, Донская и Добровольческая армии. Сибирь и Дальний Восток почти что отпали от европейской части страны. Урал и Поволжье после восстания Чехословацкого корпуса перешли под власть левоцентристского правительства Комуч, комитета членов учредительного собрания. Небольшевистские правительства взяли власть и на российском севере. В Мурманске и в Архангельске высадились контингенты Антанты, преимущественно из британских и американских солдат. Все эти обстоятельства вкупе с экономической разрухой, угрозами эпидемии и голода порождали внутри молодой Советской Республики, мягко говоря, нервозную обстановку. Казалось, что большевистский режим обречен. К лету 1918 года вдобавок разошлись пути большевиков и их последнего внутриполитического партнера, партии левых эсеров. Что из себя представляла эта партия? Изначально в России была единая партия социал-революционеров, эсеров. Левых, но в отличие от большевиков, не марксистов. Они ориентировались на крестьян, а не на городской пролетариат. После октября 1917 года от основы партии эсеров, которая осудила большевистский переворот, откололось радикальное крыло во главе с Борисом Комковым. И сперва левые эсеры с энтузиазмом сотрудничали с большевиками и с Лениным. Союзники большевиков изначально даже получили несколько наркомовских, то есть по сути министерских кресел и руководящие посты в могущественной Всероссийской чрезвычайной комиссии, знаменитой ВЧК. Но затем левые эсеры последовательно осудили ряд решений Ленина. Они не приняли ни брестский мир с Германией, ни продовольственную диктатуру в деревнях, ни внесудебные расправы над несогласными с революцией. Весной 1918 года бывшие союзники окончательно стали врагами. И в июле того же года левые эсеры предприняли неудачный мятеж в Москве и Петрограде. Правда, никто из видных большевиков от этого мятежа не пострадал. Единственной известной жертвой, единственной политической жертвой этого недопутча стал германский посол фон Мирбах. Немца расстреляли служившие в ВЧК левые эсеры Яков Блюнкин и Николай Андреев. И затем они же арестовали своего шефа по ВЧК Феликса Дзержинского. Но сделали это довольно странно. Когда главу чекистов без особых усилий отбили большевики, их арестованный товарищ мирно пил чай со своими вроде как тюремщиками. Среди историков до сих пор нет консенсуса, чего на самом деле хотели левые эсеры во время этого мятежа. И вообще действовали их боевики самостоятельно или они тайно выполняли волю большевистских лидеров? Академические историки Российской революции вроде Ричарда Пайпса или Александра Рабиновича при разборе этого странного эпизода призывали не поддаваться конспирологическим настроениям. По их версии, лидеры левых эсеров в силу специфических установок изначально не хотели захвата власти. А таким нестандартным способом они стремились спровоцировать революционную войну с Германией, в которой большевикам пришлось бы восстановить альянс с прежними союзниками и принять часть их программы. На деле же странный мятеж привел к обратным последствиям. Германия уже не располагала силами для полномасштабного вторжения в Россию и вынужденно стерпела убийство своего посла. А вот большевики в ответ окончательно разорвали альянс с непредсказуемыми союзниками и фактически установили однопартийную диктатуру. Еще одним препятствием к террору стало меньше. У партии Ленина не осталось легальных критиков и оппонентов. Тем же летом большевики столкнулись с куда более однозначным сопротивлением. Антибольшевистский союз защиты Родины и Свободы, бывшего эсера-бомбиста Бориса Савенкова, поднял вооруженные бунты в Муроме, Рыбинске и Ярославле. Подавление последнего обернулось полноценной войсковой операцией. Красная армия за счет превосходства в артиллерии буквально стерла исторический центр этого старинного русского города. Актив повстанцев бежал за Волгу на подконтрольные Комучу территории, однако большевистские лидеры прямо требовали от своих сторонников массовых расправ в Ярославле вне зависимости от реального участия конкретных горожан в восстании по одному лишь социальному происхождению. В Ярославле ощутили настроение Москвы. Как утверждал потом историк Сергей Мельгунов, с мая по ноябрь 1918 в городе и в губернии без суда и следствия рефтрибуналы казнили около 5000 жителей. Полученный опыт режим ретранслировал в новых регионах. Любые попытки сопротивления, даже невооруженного в виде отказа крестьян сдавать хлеб, карались массовыми казнями. И здесь важно подчеркнуть, соответствующая воля исходила лично от Владимира Ленина. Вот того самого милого дедушки у новогодней елки в кругу детишек из произведений советских писателей. Вот что, например, он приказывал 11 августа 1918 года пензенским коммунистам. Столкнувшимся с бунтами в своей деревне. «Товарищи, — писал Ленин, — восстание пяти властей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят последний решительный бой с кулачьем. Образец надо дать. Повесить, непременно повесить, дабы народ видел не меньше ста заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена, отнять у них весь хлеб, назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал, душат и задушат кровопийц кулаков». Однако внутри большевистской системы по-прежнему оставались люди, выступавшие хотя бы за минимальную законность. Репрессии лета 1918 года затронули преимущественно мятежные губернии и прифронтовую зону. В Москве и особенно в Петрограде еще сохранялось некое подобие нормальной жизни. Да, чекисты порой проводили уличные облавы, брали заложников из бывших людей, но, как потом вспоминали сами арестованные, зачастую их отпускали через считанные дни без предъявления обвинений. В Петрограде подобную сравнительно умеренную политику проводил председатель местной ЧК Моисей Урицкий. Еще в апреле он запретил внесудебные расстрелы на подконтрольной ему территории. Бывший царский премьер-министр Владимир Каковцев свидетельствовал, что в июле 1918 года его после короткого ареста на свободу выпустил лично шеф питерских чекистов, порадовав долгой беседой в учтивом тоне. Урицкого, как оказалось, живо интересовали перипетии политической жизни при монархии. Себе Урицкий не изменил даже после резонансного убийства 20 июня 1918 года. Тогда был застрелен петроградский комиссар печати и пропаганды Володарский, такой верный ленинец, последовательный сторонник нещадной борьбы с контрреволюцией. Его убийство организовал боевик СССР Григорий Семенов. Вы запомните это имя, оно еще всплывет в нашей истории. По удивительному стечению обстоятельств, большевики осенью того же года схватили Семенова, но, продержав его в тюрьме полгода, выпустили и потом даже приняли на службу советской власти. А панически кровожадные настроения в обеих столицах неспокойным летом лишь усиливались. В августе 1918-го чекисты раскрыли заговор группы британских, французских и американских дипломатов. Иностранцы под началом англичанина Брюса Локарта хотели подкупить латышских стрелков, фактически претерианскую гвардию тогдашней советской власти, чтобы свергнуть Владимира Ленина. И стрелки вроде как были не против, но в решающий момент выяснилось, что почти все латыши были агентами ВЧК. Заговор с треском провалился, а революционная паранойя и в Москве, и в Петрограде достигла пика. 19 августа Урицкий сдался и разрешил Петроградской ЧК расстрелы в административном порядке. Сам чекистский руководитель успел утвердить всего один такой список из 21 фамилий, притом вопреки своей изначальной воле. Однако в газетах проскрипцию опубликовали, естественно, за подписью Урицкого, что сделало его главным палачом в глазах обывателей. Утром 30 августа 23-летний поэт Леонид Каннигесер застрелил шефа петроградских чекистов Урицкого прямо на его рабочем месте. Большевики задним числом определили пойманного по горячим следам убийцу в очередного террориста СССР, хотя на деле он состоял в другой левой партии народных социалистов, отмежевавшихся от СССР как раз из-за неприятия революционного насилия. По-видимому, у Каннигесера был мотив личной мести. Дело в том, что одним из расстрелянных при соучастии Урицкого оказался друг поэта Владимир Перелицвейк, участник разоблаченной контрреволюционной группы. Каннигесер, в отличие от Блюнкина и Семенова, большевистского прощения не получил. Его казнили спустя полтора месяца. И здесь стоит оговориться. Изучая политические убийства и покушения в Советской России 1918 года, нельзя не отметить такую странную дихотомию. Одних стрелков, как Каннигесера, чекисты ставили к стенке после минимальных разбирательств, а других спустя время прощали и принимали к себе на службу. Так было с убийцей Мирбаха Блюнкиным, так вышло с организатором убийства Володарского Григорием Семеновым. Оба потом сделают неплохую карьеру в Советской Госбезопасности и сложат головы уже при Сталине. Вы спросите, при чем же здесь Фанни Каплан? Все это я рассказываю, чтобы вы лучше понимали. Покушение на Ленина было не внезапной вспышкой насилия, а лишь одним из многих подобных инцидентов. Само покушение произошло 30 августа 1918 года в Москве. В тот день на столичный завод Михельсона прибыл Владимир Ленин. Кстати, сейчас это предприятие носит как раз имя Ленина. Диктатор выступил на рабочем митинге, напомнил о неизбежности победы пролетариата. Пролетарий прокричали ему в ответ. Все примерно как обычно. Ильич уже шел к автомобилю, как путь ему преградили некие женщины с жалобами на плохое снабжение Москвы хлебом. Ленин остановился выслушать, успокоить просительниц. Но тут, согласно канонической версии, словно из ниоткуда возникла зловещая брюнетка в черном. Она три или четыре раза выстрелила из револьвера в вождя, потом будто бы пыталась бежать, но достаточно быстро попала в руки чекистов. Злоумышленницей и была та самая Фанни Каплан, урожденная Фейга, по одной из версий изначально носившая фамилию Ройдман. На момент покушения ей исполнилось всего 28 лет, но жизнь у нее выдалась насыщенная, пусть и насыщенная преимущественно неприятными событиями. Фанни, или Фейга, родилась в 1890 году в селе Новичи, в современной Хмельницкой области Украины. Она происходила из довольно уважаемой семьи учителя еврейской начальной школы, но следовать патриархальным установкам не собиралась. Девушке было 14 или 15 лет, когда она покинула отчий дом, бежав вслед за неким Виктором Гарским. По всей видимости, за этим псевдонимом скрывался Яков Шмидман, налетчики-бандит, связанный с анархистским подпольем на юге Российской империи. Фанни надеялась совместно с возлюбленным участвовать в Первой русской революции, однако порыв обернулся трагедией. В 1906 году девушка неосторожным обращением с самодельной бомбой спровоцировала взрыв, единственной жертвой которого стала она сама. У Фанни были серьезно повреждены и зрение, и слух. До самого конца жизни периоды ремиссии чередовались у нее с почти полной слепотой и глухотой. Гарский после трагедии предпочел бежать, а Фанни попала в руки царских жандармов. Ее юную девушку как террористку отправили на пожизненную каторгу в Забайкалье, и каторга дополнительно подорвала здоровье несостоявшейся революционерки. Правда, в 1913 году срок заключения ей ограничили 20 годами, а спустя 4 года февральская революция освободила Каплан, как и остальных политзаключенных бывшей Российской империи. Какое-то время она жила в Москве, кстати, в том самом доме на Большой Садовой, где в будущем будут жить персонажи романа «Мастер и Маргарита». В 1917 году Каплан успела съездить на лечение в Евпаторию, в так называемый дом Каторжан, санаторий, где лечились бывшие политзаключенные царского режима. Удивительно, но если верить воспоминаниям некоторых большевиков, там, в этом санатории, у нее, женщина еще молодой, и, несмотря на пережитые тяготы, довольно симпатичной, случился роман с врачом Дмитрием Ульяновым, младшим братом Владимира Ленина. Именно он помог ей выхлопотать направление на операцию, которая помогла частично вернуть зрение. Впрочем, о других контактах Фани Каплан известно мало. До сих пор достоверно не установлено, с кем именно она общалась в 1917-1918 году, и кто конкретно натолкнул ее на мысль убить Ленина. По одной из версий, еще на Каторге Каплан сблизилась с эсерками и сменила анархистские убеждения на социалистические. Якобы после разрыва большевиков с левыми эсерами, она решила отомстить партии власти за старых подруг. По другой версии, Каплан мстила не за соратниц, а за себя лично. Якобы в 1917 году ее отверг случайно встреченный бывший любовник Гарский Шмидман, тот самый, с которым она сбежала из дома. Он служил большевикам в Харькове, пользовался там почетом и властью, и не захотел знаться с полузабытой возлюбленной, измученной каторгой, полуглухой и полуслепой. То есть ее нелюбовь к большевикам и их вождю могла подпитываться личными мотивами. Если честно, эта версия кажется мне немножко странной, но в литературе она звучит. По третьей же версии, Каплан вполне осознанно ненавидела большевиков как узурпаторов и как предателей революции. Возможно, она целенаправленно искала антибольшевистское подполье в Москве и кого-то все-таки нашла. И вполне возможно, что этим кем-то был тот самый эсер Григорий Семенов, убивший Володарского. На тот момент он еще не был схвачен большевиками. Не исключено и то, что на самом деле Семенов был двойным агентом. Но об этом чуть позднее. Казалось бы, Фанни Каплан должны были ждать нескончаемые допросы в ВЧК с выбиванием всей подноготной. Кто надоумил ее убить Ленина? Кто дал оружие? Что эти люди планировали делать дальше? С кем они были связаны? Ну, в общем, здесь явно светило большое дело, большое расследование. Тем удивительнее, что женщину казнили уже 3 сентября, то есть спустя менее 4 суток после покушения. Прямо на территории Кремля Каплан застрелил большевистский комендант Павел Мальков. Произошло это в присутствии пролетарского поэта Демьяна Бедного. Тело женщины затолкали в бочку, облили бензином и сожгли прямо у крепостных стен. Хотя чекисты к тому времени успели развернуть полноценный следственный процесс с допросами свидетелей, с выемкой документов, с организацией засад на всевозможных конспиративных квартирах. И все это пришлось свернуть. Преступница поймана и наказана, дело закрыто. С самой Фанни за трое суток следователи успели провести 6 допросов. Но сохранившиеся протоколы оставляют больше вопросов, чем ответов. Несостоявшаяся убийца Ильича довольно скупо рассказала о своем происхождении, политических взглядах, злоключениях в царское время, ненависти к большевикам и ничего о том, как и с кем она готовила покушение. Показательна выдержка из самого первого протокола допроса. Зачитаю вам фрагмент. Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному убеждению. Сколько раз я выстрелила, не помню. Из какого револьвера я стреляла, не скажу, я не хотела бы говорить подробности. Я не была знакома с теми женщинами, которые говорили с Лениным. Решение стрелять в Ленина у меня созрело давно. Женщина, которая тоже оказалась при этом событии раненой, мне раньше не была абсолютно знакома, стреляла в Ленина, потому что считала его предателем революции и дальнейшее его существование подрывало веру в социализм. Довольно странные показания и сразу настораживает та настойчивость, с которой Каплан повторяет, что именно она стреляла в Ленина, что не было никого другого, что она не знала окруживших свою жертву женщин. Будто арестованная боялась, что кто-то усомнится в этом. Выглядит странным отказ Фанни говорить что-либо насчет технических деталей преступлений, хотя бы модели оружия и количество выпущенных пуль. Но в то же время, возможно, запись допроса представляет собой не дословную стенограмму, а некое резюме, зафиксированное следователем в виде такого краткого изложения позиции Каплан. Но могла ли Каплан вообще быть сколько-нибудь подходящим для такого дела человеком? Последствия пережитого в юности взрыва давали о себе знать. Фанни, несмотря на перенесенную после каторги операцию, видела очень плохо. По воспоминаниям знавших ее людей, она с трудом ориентировалась в пространстве, различая лишь силуэты. Между тем, стрелявший в Ленина почти добился своего. В главного большевика попали сразу две пули, причем одна из них в шею и в грудь. Здесь стоит оговориться, на всякий случай, вопреки расхожей в позднем СССР легенде, велича стреляли обычными пулями, а не отравленными ядом курара. Но полученные диктатором раны вполне могли оказаться смертельными. Ильич выжил буквально чудом. Шофер Ленина Степан Гиль потом вспоминал первую реплику своего раненого патрона. Поймали его, что вроде как указывало на мужской пол стрелявшего. Но, безусловно, Ленин мог не видеть стрелка и машинально посчитать, что покушение и убийство – это призвание мужчин, а не женщин. Но, тем не менее, в тот же день, 30 августа, на заводе Михельсона задержали второго вероятного участника преступления, некоего Александра Протопопова, предположительно служившего в ЧК левого эсера. Но с ним по непонятной причине не было даже попытки провести следствие. Протопопова расстреляли на следующий день. Заметно нежелание или неготовность советских властей всерьез расследовать покушение на главу государства. Это могло объясняться непрофессионализмом или простой экономией ресурсов, но не могло не привести к последующему валу конспирологических теорий. И наиболее частый их герой – Григорий Семенов. Тот самый эсер, убивший питерского большевика Владарского, но спустя время принятый и в Компартию, и в советские спецслужбы. По одной из версий, он всего лишь инструктировал Фанни и дал ей тот самый револьвер. По другой, Семенов непосредственно исполнял покушение вместе со своей давней боевой подругой Лидией Коноплевой. А Каплан и Протопопова реальные стрелки использовали как подставные фигуры. Эту версию в разные годы высказывали израильский историк Борис Орлов, американец Стивен Коткин и другие зарубежные авторы. Примечательно, что скоропалительный расстрел Каплан и Протопопова утвердил лично глава в ЦИК Советов Яков Свердлов. После тяжелого ранения Ленина именно этот коммунист стал де-факто временным главой государства с перспективой занять место предшественника на постоянной основе. В течение 1918 года аппаратный вес очень активного Свердлова постепенно снижался. Он был председателем в ЦИКа, такого подобия парламента в большевистском государстве, но после разгона и запрета остальных партий такое учреждение неизбежно играло все меньшую роль. И Свердлов это могло злить. Он пытался отыграть назад, все чаще конфликтуя с Лениным. Российский историк Валерий Шамбаров приводил устойчивый слух, циркулировавший среди старых большевиков, якобы на злополучной поездке Ленина на этот завод Михельсона, настоял именно Свердлов. И он же вечером 30 августа сориентировался в обстановке быстрее товарищей. Первым заявил, что во Владимира Ильича стреляли эсеры, дескать, связанные с англо-французским капиталом. Есть еще более конспирологическая версия о том, что внутри партии существовал масштабный заговор против Ленина, в котором Свердлова поддерживали многие крупные большевики, например, председатель ВЧК Феликс Дзержинский. Якобы именно он предоставил реальных исполнителей покушения из числа перевербованных эсеровских боевиков и нашел подставных мнимых стрелков Каплан и Протопопова. Эту версию выдвинул американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский, которого, впрочем, нередко обвиняют в склонности конспирологии. Как бы то ни было, 2 сентября 1918 года Свердлов первым объявил о начале красного террора, как раз под предлогом мести за Ленина и Урицкого. Спустя три дня это решение окончательно утвердил Совнарком. Политика кровавого возмездия укрепила позиции Свердлова. Он вжился в роль диктатора, оттягивая возвращение постепенно поправлявшегося Ленина. Но сделать ему этого не удалось. Зимой 1919 года Владимир Ильич вернулся к делам. А с уже выздоровевшим Лениным Свердлов по странному совпадению проработал совсем недолго. 16 марта 1919 года председатель в ЦИК умер в Москве по возвращении из Украины. По официальной версии он стал жертвой распространенного тогда гриппа испанки, а по другой чем-то отравился. Малва же утверждала, что большевика после митинга в Орле избили местные рабочие. История покушения на Ленина, убийства других видных большевиков и причины внезапной смерти Якова Свердлова по всей видимости будут еще долго служить предметами спора и профессиональных историков, и просто любителей истории в интернете вроде меня. Но мало кто возразит, что главным итогом этих событий для миллионов жителей России стал исключительно беспощадный красный террор. В первые несколько дней после официального старта террора в Москве и Петрограде чекисты совокупно расстреляли порядка 2000 человек. Практически всех казненных взяли под арест до 30 августа 1918 года, так что они вряд ли могли соучаствовать в покушениях на Ленина и Урицкого. Большевики сохраняли практику таких внесудебных расправ вплоть до самого конца гражданской войны в бывшей Российской империи. Массовые казни сопровождали как отвоевание новых территорий у антибольшевистских сил, так и подавление восстаний на уже подконтрольных землях. Осенью 1918 года красный убили от 500 до 7 тысяч гражданских жителей в Ижевске и Воткинске. В марте-июле 1919 года до 10 тысяч в разных городах Украины. В 1920-21 году около 50 тысяч в оставленном белыми Крыму. Подавление крупнейших крестьянских восстаний вроде Тамбовского и Западно-Сибирского стоили еще десятков тысяч жизней. Но и тех, кто проводил красный террор в жизнь, редко ждала хорошая судьба. Достаточно вспомнить, что у почти всех видных чекистов гражданской войны годом смерти значится 1937-й или 1938-й. Хотя Ленин достаточно быстро оправился от покушения, некоторые советские врачи считали, что оно все же серьезно подорвало его здоровье и вкупе с большой рабочей нагрузкой привело к болезни, к частичной нетрудоспособности и довольно ранней смерти в возрасте 53-х лет. Как известно, в последние годы Ленин несколько смягчил свои экономические взгляды, поддерживал либеральную политику НЭПа и перед смертью выступал против передачи власти Сталину. Кто знает, возможно, если бы не покушение 30 августа, Ленин бы прожил дольше и, может быть, направил Россию по-другому, менее кровавому пути. Ну, этого мы уже никогда не узнаем. Но сама мысль, что одиночка с пистолетом или небольшая группа заговорщиков могут изменить ход истории и сегодня не дает покоя радикалам, а значит, не позволяет спокойно спать как демократическим политикам, так и всевозможным автократам. Мой рассказ на этом закончен. Если вам понравилось, поставьте лайк, пишите в комментариях, что вы думаете и про историю Фани Каплан, может быть, у вас есть какие-то свои версии, и про различные развилки, на которых оказывалась Россия. А что, если бы Свердлов не умер, а выжил в 2019 году? А что, если бы Ленин прожил дольше? А что, если бы Каплан удалось убить Ленина в 2018 году? Все это подразумевает разное развитие событий. Можно это обсудить. Я буду рад, если вы поддержите наш проект на Патреоне, на Бусти или через платный Телеграм-канал. Ссылки есть в описании этого видео. Подготовка таких роликов требует довольно больших расходов. Мы готовим материал вместе с моими соавторами. У нас есть редактор, у нас есть фактчейкер, мы подбираем картинки. Работа небольшой команды, которая требует денег. И поэтому нам очень нужна, важна ваша поддержка и ваши подписки. Так что проходите по ссылкам, подписывайтесь. Пока, берегите себя.